Многие рыбаки уже открыли зимний сезон ловли. Этот же сезон открыли и спасатели. Они регулярно проводят рейды по клевым местам и устраивают профилактические беседы. В одну из поездок побывала и наша съемочная группа. Когда течение подбрасываешь и по новой. И вот целый день. И для руки хорошо, и для здоровья. Валерий – рыбак с 50-летним стажем. Ну а как иначе, если фамилия почти рыбья – Мальков? Если мы не будем рыбачить, мы со скольки помрем. Что делать? Комдивом работать, командиром дивана? Здесь хоть природа дышишь, воздухом дышишь. Прекрасно. Ну зачем вот погода? Как говорят, день рыбалки в жизни засчитывается. Но все происходит ровно наоборот, если не соблюдать технику безопасности. Провалиться под лед или уплыть на льдине. Таких случаев на памяти спасателей сотни. Они стараются предупредить беду каждый день. В этом году у них появилось новое средство передвижения – аэросани. Рыбаков по обеим сторонам Волги, как говорится, пруд пруди. Специалисты ГКЧС и МЧС беседуют с каждым. Напоминают о правилах поведения, раздают тематические листовки и проверяют толщину льда. Тем не менее, эта толщина считается безопасной. Все, что меньше 10 сантиметров, уже опасно. Есть и другие критерии, о которых рыбаки тоже знают. А еще лень и веревку с острыми металлическими наконечниками. Ее называют «лапки-царапки». Но не все любители подледного лова подходят к рыбалке ответственно. Спасатели заметили около 20 человек, которые сидели почти у кромки льда. Выходят даже на лед толстиной до 5 сантиметров. В данный момент, как мы видим на левом берегу, то же самое. Люди выходят. Проводим профилактическую разъяснительную работу с населением. Безопасность людей на водных объектах. Именно жизнь, она одна. Сезон зимней рыбалки только начался, но двое рыбаков уже успели провалиться под лед. К счастью, у этих историй счастливый конец. Спасатели подоспели вовремя. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Александр Петров. Республика.